В 1943 году в городе Псков произошло событие, которое до сих пор вызывает острые споры и часто замалчивается официальной российской историей. Этот эпизод, один из многих в то время, касается массовой вербовки русских в гитлеровский вермахт и является сложной и неудобной страницей истории России. Несмотря на официальную пропаганду, акцентирующую внимание на героизме и самоотверженности советского народа, факт участия тысяч русских в войне на стороне нацистов остается неоспоримым и важным для понимания событий того времени. Сегодня это приобретает особую актуальность на фоне современной российско-украинской войны. Спустя 80 лет потомки тех, кто встал под знамена нацистов, снова оказались в центре внимания. Что заставило сотни тысяч русских добровольно стать на сторону гитлеровской Германии во время Второй мировой войны? Как украинцы использовали нацистов в своих целях и каковы были их мотивы? Какая шокирующая правда про современных российских военных повторяет позорное прошлое их дедов? Смотрите далее. Будет интересно. Но вначале не забудьте подписаться на этот канал и нажать колокольчик для уведомлений о новых видео. Ставьте лайки и пишите комментарии. Поддерживайте автора на Патреоне и Байме Кофе. Но самое главное – отправляйте донаты на ЗСУ. Лето 1943 года. Восточный фронт Второй мировой войны. Советские войска ведут ожесточенные бои с немецкой армией, которая оккупировала значительные территории. Псковская область, как и многие другие регионы, оказалась под контролем немецких войск. Оккупация принесла с собой репрессии, голод и разрушения. Жизнь на оккупированных территориях была крайне тяжелой, и многие жители оказались перед трудным выбором. Оставаться и рисковать своей жизнью, или искать способы выживания, включая сотрудничество с оккупантами. В этих условиях немецкие власти активно использовали антисоветские настроения среди части местного населения. Немецкая пропаганда рисовала иллюзию лучшей жизни под нацистским флагом. Но это было не главное. Людей, которые ощущали отчаяние и желание выжить в войне, привлекали обещания относительного благополучия и безопасности. Однако у русских были и другие мотивы, о которых мы поговорим чуть позже. Одним из наиболее известных формирований, в которые входили русские коллаборационисты, была русская освободительная армия, РОА, возглавляемая бывшим советским генералом Андреем Власовым. Попав в плен к немцам, Власов перешел на их сторону и начал формировать воинские подразделения из числа советских военнопленных и добровольцев, которые были готовы бороться против советской власти. По разным оценкам, количество русских коллаборационистов, служивших в Вермахте, СС и других немецких военных формированиях, достигало до 1 миллиона человек. Это включало не только солдат РОА, но и тех, кто служил в полиции, охранных батальонах и даже в концлагерях. Таким образом, сотни тысяч русских, включая жителей Псковской области, были завербованы в ряды вермахта. Русские коллаборационисты участвовали в боях против Красной Армии, служили в охранных батальонах и даже участвовали в карательных операциях против своих же соотечественников. Этот факт является болезненной правдой, которую современная Россия старается не вспоминать, чтобы не разрушить миф о тотальном сопротивлении оккупантам и единстве народа в борьбе против фашизма. В то же время, современная российская пропаганда с удовольствием использует термин «фашист» в отношении любого, кто выступает против их политики, забывая о собственном неудобном прошлом. Мотивы, по которым русские шли на сотрудничество с нацистами, были разнообразны, но в большей части они сводились к стремлению выжить в жестких условиях войны. Многие видели в немецкой армии возможность избежать голода, репрессий и нищеты, которые были повседневностью на оккупированных территориях. Другие пытались таким образом спасти свои семьи или избежать лагерей для военнопленных, где условия были чрезвычайно тяжелыми. Однако существует еще одна, менее известная причина. Глубоко укоренившийся в российском обществе инстинкт подчинения и прислуживания сильному. Российская история пронизана эпизодами, когда народ подчинялся диктаторским режимам от Ивана Грозного до Сталина. Этот инстинкт подчинения власти проявлялся в различных формах на протяжении веков. Во времена Ивана Грозного, например, создавалась опричнина, которая терроризировала население, но одновременно обеспечивала централизацию власти и контроль над страной. Народ, хотя и страдал от репрессий, учился приспосабливаться и выживать под жесткой властью. Позднее, во времена Петра I, население подчинялось реформам, которые, хотя и модернизировали страну, часто были чрезвычайно жестокими и требовали больших жертв. Народ принимал эти реформы, поскольку они были навязаны сильным лидером. Такая же картина повторялась во время правления Сталина, когда миллионы людей стали жертвами репрессий, но одновременно многие воспринимали его как необходимого диктатора, ведущего страну к величию. Эта традиция подчинения власти и готовность служить сильному хозяину передалась и нацистскому режиму, когда многие русские увидели в нем нового хозяина, которому можно служить ради собственного выживания. В условиях оккупации, когда советская власть была далеко, а немцы были рядом и обладали реальной силой, многие решили приспособиться к новым условиям и начать служить новой власти. Такой подход казался им логическим продолжением традиции выживания под диктаторскими режимами, глубоко укоренившимися в российском обществе. Служба новому сильному хозяину для многих русских стала механизмом выживания в условиях, когда традиционные моральные и политические ценности были разрушены войной и репрессиями. Это также объясняет, почему даже после войны многие коллаборационисты сумели интегрироваться в советское общество, снова подчиняясь новому режиму. Этот феномен приспособленчества и подчинения власти остаются важным элементом российского исторического и социального сознания, который продолжает влиять на современные события. Ситуация с украинцами была совершенно иной, чем с русскими. Украинцы, которые сотрудничали с немцами, часто руководствовались другими мотивами, чем простое выживание или приспособленчество. Для многих украинцев целью была борьба за независимость от Советского Союза, который причинил Украине много горя и страданий. Украинское освободительное движение имело глубокие исторические корни, которые уходили во времена борьбы против Польши и Российской империи. После жестокой советской коллективизации Голодомора 1932-1933 годов, который унес миллионы жизней и массовых репрессий, украинцы стремились освободиться от советского гнета. Советская власть систематически уничтожала украинскую культуру, язык и саму нацию, что вызывало глубокое возмущение и стремление к независимости. Сотрудничество с нацистами рассматривалось многими украинскими националистами как временный тактический шаг. Они видели в нацистах потенциального союзника в борьбе против советского режима. Однако это сотрудничество имело свои условия и ограничения. Украинские националисты не питали иллюзии относительно нацистской идеологии и понимали, что после свержения советской власти наступит время бороться за настоящую независимость и против немецкой оккупации. Организация украинских националистов АУН, возглавляемая Степаном Бандерой и Андреем Мельником, активно действовала на территории Украины, организуя сопротивление как советской, так и нацистской оккупации. Украинская повстанческая армия УПА, созданная как военное крыло АУН, вела активную партизанскую борьбу против обоих режимов. Они видели свою миссию в освобождении Украины от любого иностранного господства. Оба режима, советский и нацистский, были для украинцев враждебными. Выбор сотрудничества с немцами был вынужденным и стратегическим. Украинские националисты понимали, что их главная цель – независимая Украина, и для ее достижения они были готовы идти на сложные компромиссы. Сотрудничество с нацистами было тактическим шагом, чтобы освободить Украину от советского гнета, после чего планировалось бороться за настоящую независимость. После окончания войны многие украинские националисты продолжали свою борьбу уже против советской власти, которая снова установила контроль над Украиной. Советская пропаганда активно очерняла украинское освободительное движение, называя его участников фашистскими пособниками и предателями. Эта дезинформация использовалась для дискредитации украинского национального движения как внутри страны, так и на международной арене. Парадоксально, но факт. Среди русских, служивших в Вермахте, было немало тех, кто ранее активно поддерживал советскую власть. Они меняли свой политический вектор в зависимости от обстоятельств, стремясь сохранить свою шкуру любой ценой. Этот феномен можно объяснить традицией российского социального приспособленчества, когда выживание и подчинение становятся главными жизненными стратегиями. Также интересно, что многие русские коллаборационисты после войны продолжили служить новым хозяевам, теперь уже советской власти. Они становились агентами КГБ, работали в государственных учреждениях, получали привилегии и защиту от преследований. Это еще раз подтверждает глубоко укоренившийся в российском обществе инстинкт подчинения и службы сильному. После окончания войны многие предатели были осуждены за сотрудничество с врагом. Некоторых ожидала смертная казнь, других – долгие годы в лагерях. Советское правительство стремилось искоренить память о коллаборационизме русских, сосредоточив внимание на героических подвигах и жертвах народа. История вербовки русских вермахт стала табу, о которой не говорили ни в учебниках, ни в официальных исторических трудах. Однако в обществе продолжали существовать воспоминания об этих событиях, передавались из поколения в поколение. Это табу не могло полностью уничтожить правду, и сегодня, когда мы говорим об этих событиях, важно помнить, что история не бывает черно-белой. Она сложна, многогранна и полна противоречий. Но ирония истории заключается в том, что сегодня потомки тех самых предателей снова оказываются в центре жестоких событий, но уже на территории Украины. Российские войска, вторгшиеся в Украину в 2022 году, действуют под руководством режима, который во многом напоминает фашистский режим Гитлера. Агрессивные войны, аннексия территорий, репрессии против инакомыслящих, нарративы пропаганды, образ врага и так далее и тому подобное. Современная российская пропаганда активно использует термин «фашист» в отношении своих оппонентов, при этом забывая о собственных грехах и о том, что в их истории было много коллаборационистов, которые воевали на стороне фашистов. Мотивы современных российских военных, которые служат режиму Путина, во многом схожи с мотивами коллаборационистов Второй мировой войны. Они пытаются сохранить свою шкуру и служить новому хозяину, потому что привыкли подчиняться. Массовая вербовка русских вермахт во время Второй мировой войны – это неудобная правда, которую современная Россия старается не афишировать. Но сокрытие истории означает повторение ее ошибок. Современная Россия когда-нибудь должна обязательно честно признать и осмыслить свои исторические ошибки. Замалчивание неприятных страниц истории ведет лишь к искажению восприятия прошлого и усложняет понимание настоящего. Потомки тех, кто когда-то встал под знамена нацистов, сегодня снова оказываются на передовой, воюя на чужой земле. Это наглядный пример того, когда неизученные и неосмысленные уроки прошлого приводят к повторению ужасных страниц истории в наши дни. Спасибо за внимание, друзья! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе BuyMeCoffee и Patreon, где вас ждут дополнительные видео и ролики до официальных премьер. Пользуйтесь функцией YouTube-спонсорства и обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры подогнал «Симон»!